220 у меня. На выход, на линейный ориентир. 220? Берем первое, до дерева доходим, проверяем дальше азимут. Поисковой работе учат в полях. Ориентироваться на местности, обращать внимание на мелочи, видеть среди зелени возможные знаки. Мы проводим обучающие занятия по радиосвязи, по ориентированию, по первой помощи, по работе с навигатором, по работе с картами. Там очень обширный такой курс, достаточно такая интересная и небесполезная информация. Больше 10 лет назад под Москвой пропала пятилетняя Лиза Фомкина. На ее поиск вышло больше 500 человек. Ребенка нашли, но погибшим от переохлаждения. Именно эта трагедия привела к созданию всероссийского поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», филиал которого есть и у нас. Лида! 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 Ничего не услышал? За 6 месяцев этого года в отделы внутренних дел региона поступило 2472 сообщения об исчезновении людей. Из них пока не найдены 15 человек. Кстати, несовершеннолетних среди потерявшихся каждый десятый. В Лизе-Алерт говорят, что на первых порах от поисковиков требуются только глаза и ноги. Часто ищут грибников и тех, кто заблудился в прогулке. Отряд много работает совместно с полицией и МЧС, но по словам поисковиков, специфику их работы не всегда понимают. Однако шаг в сторону более плотного взаимодействия сделан. По новому закону геолокацию мобильного телефона пропавшего полиция должна передать поисковикам в первые сутки. Но не все так прозрачно. Эта информация, она, во-первых, достаточно специфическая. То есть это, грубо говоря, такой участок местности, на котором будет находиться человек. Это не точка на карте, где человек находится. Это участок местности. И этот участок местности необходимо отработать. Кто его будет отрабатывать? В законопроекте об этом ничего не сказано. Открытый вопрос эвакуации человека. На данный момент нет информации о том, кто должен этим заниматься. Поэтому поисковики берут ответственность на себя. Еще и 400 метров. 200 прошли. Так, тишина. Ирина! Заблудиться в лесу не так сложно. Это поисковики знают точно. Поэтому они разработали список вещей, о которых стоит знать любому, кто идет в чаще или уходит далеко от дома. И особенно он актуален для детей. Во-первых, ребенок должен одет быть по погоде и иметь с собой теплую одежду. Также в рюкзаке он должен иметь не менее литра воды, батончики энергетические, свисток. По словам волонтеров, первые трое суток самые важные и часто решающие для поиска. И лучше быть готовым к любому сценарию, как и к любой погоде. Обучиться ориентированию, не терять счет времени и взять еды, нежели предотвращать трагедию. Артем Гусельников, Александр Лизратов. День с толком.